Были голландские, израильские, станут чуварские. Импортозамещение работает не только в промышленной отрасли, но и в аграрной. В Новочебоксарске хотят поставить на поток выращивание энтомофагов на продажу другим тепличным комплексам. Дело в том, что у многих из них нет современных биолабораторий, поэтому раньше насекомых, хищников, они заказывали за рубежом. Однако из-за санкций с поставками живности возникли проблемы. О том, какой это трудоемкий процесс, и о тех, кто уже выстраивается в очередь за полезными букашками, в материале Екатерины Храмкиной. Фитосеюлюс ориус макролофус. Звучит как заклинание, правда? Но нет. Это разновидности хищных насекомых, которых специально разводят в альдеевской теплице Новочебоксарска. Клещей, клопов, жуков. Благодаря им огурцы и помидоры здесь остаются нетронутыми вредителями. В агроферме уже 40 лет активно используют такую биологическую защиту растений. И на сегодня здесь выращивают более 10 видов энтомофагов. Процесс трудоемкий и небыстрый. Под каждый вид насекомого хищника отведена отдельная теплица. К примеру, в этой выращивают клеща фитосеюлюса. Сначала на грядках появляется рассада фасоли или сои, которую специально заражают вредителем – паутинным клещом. И только после на растения посаживают маленьких помощников – хищников. Он начинает активно питаться, размножаться. Как только достигнет необходимого количества, мы начинаем сбор. Ежедневно на грядке, как на работу, агрономы отправляют до 3 миллионов особей насекомых-хищников. А обратно вылавливают, используя хитрость. Клещ в поисках корма всегда поднимается наверх. Там его ждет ловушка. Из стаканчиков насекомых собирают в пробирке и одновременно считают. Тут нужен глаз-алмаз. Насекомые-хищники поедают тлю, белокрылку, паутинного клеща. Таким образом томаты и огурцы сохраняют товарный вид. А главный плюс в том, что такая биологическая защита растений позволяет свести к минимуму применение пестицидов. В связи с санкциями в этом году у российских аграриев возникли проблемы с поставками энтомофагов из-за рубежа. В агроферму «Альдеевскую» уже обращаются за ними из других городов страны. У нас есть заказ из Ижевска, Санкт-Петербурга и московские теплицы. Чтобы они тоже смогли бороться с вредителем и меньше использовать химию. В региональном минсельхозе с воодушевлением отнеслись к идее аграриев расширить производство жизненно необходимых компонентов для тепличного выращивания овощей. И заверили, что окажут всяческую поддержку местным агрофермам. Екатерина Храмкина, Михаил Солин, Вести Чувашия.